Добрый вечер! Сегодня у нас очередной клубный день. Тема очень интересная. Россия и тюркский мир. В гостях у нас директор Московского центра Льва Гумилёва Павел Зарифолин. Добрый день, дорогие телезрители. У нас первый вопрос, чтобы была ясность, потому что знают, к сожалению, далеко не все. Тюркские народы это кто? Что их объединяет? Где они живут? Ну и так далее. Это группа народов, говорящих на сходных языках, тюркских языках. Живут они очень широко. От балканского полуострова, где живут турки и гагаузы, до наших, собственно говоря, до нашей тайги суровой, до Якутии. Потому что якуты тоже тюрки. Так называют тюрки, которые пошли на север и там и остались. То есть вернулись к полярной звезде. То есть это огромное количество людей, миллионы, сотни миллионов людей, разбросанные по всему Евразийскому континенту, то есть от Северно-Ледовитого океана до Средиземного моря. И, конечно же, все эти народы имеют общий корень. Одно из самых больших государств древности или средних веков, или эпохи, которая как раз была между эпохой древности и средними веками, это Тюркский Каганат. Гигантское государство размером с Советский Союз, который был уже в VI веке. Мы о нем очень мало знаем. Но есть такая идея, что евразийская идея, идея Льва Николаевича Гумилёва, что наш отец Чингисхан, наша мама Золотая Орда, что современная Великороссия, Московское царство, оно зародилось внутри Золотой Орды, переняв основные навыки этой страны. И благодаря этому возникла Россия. Но вот если копать дальше, кто же дедушка тогда в таком случае нашей страны, Российской Федерации? Дедушка наш – это великий Тюркский Каганат, из которого выросли, конечно, не только тюркские народы, но и многие другие. Там и иранские, и финские, и славянские. Но тем не менее, Тюркский Каганат – это эпоха завоеваний, походов, культуры, появления Великого Шелкового Пути как явления такого уже экономического. Не просто спорадические какие-то караваны, верблюдов, которые всегда ходили по нашему континенту, но именно как явление экономической интеграции. Страна, которая в VI веке одновременно граничила с Византией, с Ираном, с Китаем, и через которую вот этот Великий Шелковый Путь и развивался, объединяла эти страны, интегрировала эти страны. И благодаря, собственно говоря, Тюркскому Каганату византийцы могли встречаться с китайцами легко, византийцы, европейцы. То есть у тюрок огромное прошлое, славное прошлое, были множество других тюркских государств, там Сельджукские тюркские страны, там Османская империя, тюркские княжества. Большие тюрки дали России аристократию. Лев Николаевич Гумилев прекрасно описал, что до половины, от половины до трех четвертей дворянских русских родов имели тюркское или монгольское происхождение. Собственно, это видно по фамилиям великих и славных родов русских, Суворов, Кутузов, Апраксин, Чаадаев, Тургенев. Это фамилии тюркские, имеет тюркское происхождение, Алябьев, композитор. И, то есть, пословица Тургенева, самого потомка, собственно говоря, тюркского аристократа, по скребе русского найдешь татарин, ну, татарин, то есть тюрка, она имеет самое прямое отношение к нашей стране. Так вот, наш дедушка тюркский каганат, если нас очень долго скрести, то, конечно, у русского найдется очень множество тюркского. — Процент персидских и тюркских, ну, изначально, слов в русском языке. — Ну, Теодор Шумовский, подельник Леонид Николаевича Гомилева, подельник, они по одному делу сидели в крестах, что-то шили там в сталинские суровые времена, работали на какие-то разведки. Вот выдающийся русский лингвист, филолог, переводчик Корана Теодор Шумовский, он говорил от третьей до половины русских слов имеет тюркское и персидское происхождение. Почему тюркское и персидское? Потому что тюрки и персы, тюркские и персидские народы тысячелетия жили вместе рядом, как, собственно, и русские когда-то вместе жили. — И очень много слов имеет смешанное происхождение. Например, русское слово очага, очаг, вот мы смотрим на очаг, оно имеет происхождение тюркско-персидское, потому что первая часть слова тюркское, а вторая персидское. То есть, одджах или адгях. Собственно, само название слова изначально отежгях обозначает храм огнепоклонников. Так и называются основные храмы в Иране, в Азербайджане, храм израастрийцев. Русское слово очаг от него как бы отпочковалось, образовалось. По одной из версий само слово книга имеет происхождение тоже как раз тюркско-персидское. От слова кан — знание, тюркское, и гях — место, место знания. Потом и у тюрок, и у персов это слово вытеснило арабское слово китаб. А вот мы до сих пор пользуемся вот этим тюркско-персидским своим прошлым. Ну и, конечно же, и герои наших сказок, такие как Кащи Бессмертный или Баба Яга, конечно же, они все имеют персидское, не персидское, скорее, а тюркско-персидское или просто тюркское происхождение. Потому что слово Кащей, он обозначал шаман, птицы-поклонник. Тюрки поклонялись птицам, как люди, пришедшие из Сибири, из Алтаи изначально. Собственно, люди, которые там жил до сих пор, поклоняются птицам, вестникам. И множество тюркских родов имели птичьих покровителей. Собственно, русские очень много от них переняли. И вот название наших городов тоже Курск, Галич, Воронеж, Углич, Орел, они имеют как раз вот очень сходное происхождение. Это птичьи покровители этих регионов или этих городов. Слово Кащей это от тюркского слова Кус, старой тюркского птица. Собственно говоря, слово искусство от этого же происходит. То есть, вот, как бы, воспарить, да, например. Или слово куст, место, где живет птица, да. Кащей Бессмертный, то есть, это шаман, птицы-поклонник. Он так и выглядит в костюме скелета. Такой замечательный персонаж. Или Баба Яга переводится с тюркского просто как Белый Старец. Белый Старец, Белый Волхв. В русских условиях, и у нас очень силен был в древности матриархат, это слово, у нас он поменял пол просто. Но хотя вот этот Белый Старец, я думаю, существовал уже без пола. Это настолько некое священное существо, которое осуществляет некие там магические функции, инициатические функции. Поэтому тюркское, оно глубоко внутри нас. И вот, например, мы смотрим Первый канал, мы же не задумываемся, почему он Первый. Вот русское слово Один, Един, да. А почему он не Единый канал? А очень просто, и как раз в компании Аль-Пари можно об этом сказать. Слово Первый от тюркского Бер-Бир, Один. То есть, Первый от Бервый. Счет прививался из Орды в свое время, еще раньше, во времена тюркского Каганата. То есть, слово Алтын так к нам попало, то есть, золотой. И, собственно, и Первый тоже оттуда же пришел. Русское слово Отечество, естественно, от Ати, Отца. Потому что славяне когда-то входили в самые различные государственные образования, которые создавали тюркские. Тюрки, Золотую Орду, тюркский Каганат. Ну, еще раньше, если вспомнить, предки тюрков, это гунны, которые, их называют, язык называют прото-тюркским. Это империя Атилы. То есть, Атилы, это же тоже не имя. Это вот инициатическое имя, это как отец народов, Ати. Вот, собственно, слово Отечество. Мы говорим, вот, Отечество, Отец. Ну, Отец-то у нас тюркский, получается, по этой логике. Это отражено в нашем языке. Не все помнят наши предыдущие клубные дни. В одном из них договорил, что на самом деле великоросы, как этнос, они как раз появились где-то во времена Ивана Грозного. То есть, этнос зародился в Орде. И мы сохранили связь с более древним, древнерусским этносом, который на самом деле уже вперед Киевской Руси был в стадии заката. Вот этот вопрос, насколько русские, как этнос, молодой этнос, насколько в нем сильна преобразование, была тюркская составляющая. И одновременно связь с тем, что историки называют Киевской Руси. Ну, этногенез великороссов, вот, современных русских, он очень сложен. Там, собственно, был приход славян на эти территории. Но территории-то были финские изначально. Мы поговорили о месте тюрок в нашем, как бы, языке, этносе. Но все названия, там, старые названия городов, озера и рек, они финские до сих пор. Там, Волга. Другая АК, кстати, тюркская. Другая Волга. АК переводится белая с тюркского. И Волга тоже белая, но с финских наречий. Там, Сугдагда, Вологда, Муром. Это финские наречия. И этногенез действительно великороссов проходил своеобразно. Это и выходцы из Орды, тюркской и монгольской аристократии, и финские племена. Известно, что среди северных русских до сих пор очень значительное количество, даже генетически, финской крови. Когда нам говорят, почему же, где вот этот след монголов, как таковых, да, в русском этносе, в современной исследовании генетики постоянно их проводят. И где вот это монгольское, спорят с нами, не было монгольской Руси, потому что это не отложилось особенно в генетике. Это говорит о том, что не было разбойничьих, захватнических походов монголов, как таковых, которые приходили сюда. Нам говорят, что были эти походы, но если бы они были, то генофонд бы монгольский остался. У нас огромное количество тюркского составляющая именно по одной простой причине. Основная гоплогруппа русских Харадина, собственно, точно такая же гоплогруппа у татар. И то, разобраться, кто русский, кто, условно говоря, не русский, очень сложно, потому что гоплогруппа примерно одинаковая. У русских, у татар она просто меняется, там, западный восток. И аристократия у нас в Корее действительно была меньше монгольской, а больше тюркской, потому что тюрки пошли служить монгольской империи, и они в ней составляли большинство. Поэтому, ну вот, получился такой этногенез, он шел по линии формирования именно государства, московского государства, которое в значительной степени копировало свою вот такой альмаматор, да, Золотую Орду. То есть копировали армию, московские князи, копировали финансы, отсюда у нас слова там таможня, казна, копировали транспортную систему. Так возник емщик, это монгольское слово в нашем языке, от емджи монгольского, система транспортных коридоров. И вот такая новая Орда, можно ее так назвать, не надо стесняться этого слова, Орда прекрасное слово, оно во многом совпадает со словом Орден по своему смысловому значению. Возникла со славянским языком, с христианской верой, но вот такая Орда. Именно поэтому русские смогли присоединить земли, которые потом когда-то Орде принадлежали, потому что местное население их воспринимало уже как своих. Был и другой виток этногенеза, нас постоянно тыкают в Украину, но там ситуация была несколько другая. На территории Украины, как правило, спасались люди, которым вот эта Ордынская система, яса Чингисхана, не нравилась, была несимпатичной. То есть об этом, кстати, покойный Олиз Безина очень много писал, что в Запорожскую сечь бежало очень много людей, которым вот эта дисциплина, империя, организация не нравились. Такого анархического, вольного типа людей, но они-то их там восхваляли, ну, фактически от Реби туда бежало, которое ясу Чингисхана отказывалось признавать. И там они как-то группировались, гнездились, так возникло постепенно украинское наречие, украинский этнос со своими, как бы, законами, своими представлениями, совершенно во многом противоположенными московскому царству. И это, ну, такая антиорда, можно ее так назвать. Тоже очень интересное оригинальное образование, оригинальный этногенез получился. Мы до сих пор результаты этого этногенеза расхлебываем. — Следующий вопрос. Тут на финансовом рынке обсуждали, что Татнефть может купить Башнефть, официальная новость. Я даже пошутил, что новая компания будет называться, если это случится, «Тенгри Оил», «Тенгри Тенгрианство», который, кстати, сейчас набирает силу в той же Белой Орде в Казахстане. Вот что это такое единобожие? Более подробно, потому что, опять-таки, очень много вопросов на данную тему. — Ну, в случае «Газпрома», «Тенгри», это, конечно, не верю в их такую религиозность особую. «Тенгри», в их случае это «деньги», потому что русское слово «деньги» происходит от Тюрского слова «тенгри», естественно. — Тенге. — Тенге, да. Это валюта Золотой Орды. Тенге, сейчас это валюта Казахстана. Русские стали называть так любые финансовые средства. Ну, а единобожие, тюрок, оно известно, то есть, до прихода в Великую Степь, которые их колыбели, да, до прихода иудаистов, там, мусульман, христиан. Тюрки поклонялись единому Богу еще тысячи лет назад, еще до Рождества Христова, если говорить о предках тюрок, о гуннах, и у Тенгри был такой Бог, единое небо, и великий правитель, условно говоря, Чингисхан, это воля Великого Неба. Религия тюрок тоже имеет богатую историю, богатое культурное наследие, и, если добавить, как бы, очень мало народов имели свою письменность на протяжении тысячелетий. В основном письменность они экспортировали от финикийцев, или там, греков, или от арамейцев. И большинство видов письма, они имеют очень конкретную, такую коннотацию к этим народам, народам Ближневосточным и Средиземноморским. Ну, кроме двух таких групп народов, это германцы и тюрки, которые имели руническую письменность самостоятельно на протяжении нескольких тысяч лет. Эти руны не похожи друг, ну, они, может быть, похожи друг на друга, но имеют разное звуковое значение. В том числе у тюрок был свой рунический алфавит, который, естественно, восходил к воле Неба, к воле Тенгри, по преданию как раз Небеса, руническую письменность, когда-то первым каганам тюркским вручили. Поэтому утверждать, что тюрки какие-то... Ну, это постоянная идея западных ученых, русских националистов, что это какие-то дикие народы, там тюрки, покультурнее будут многих этносов, которые и ныне существуют на планете Земля. Выражаясь с точки зрения богословия, Тенгри — это бог-отец с точки зрения христианского восприятия? Бог-отец, да. Господь Саваоф с точки зрения православия. Господь Саваоф переводится как «господин звезд», «господин неба», то есть вот «господин семи небес» правильнее будет, потому что числительное «семь» наше происходит от арабского «себу» как раз. «Семь небес», «господин семи небес». Вот Тенгри — «господин всех небес», верховный главнокомандующий всего космоса.